Здравствуйте! В эфире Город С. Татьяна Дмитриева. Как строить жизнь, если в семье появился ребенок с диагнозом ДЦП? Кто может помочь в лечении, реабилитации и организации досуга? Об этом говорим сегодня. В нашей студии руководитель проекта в городской общественной организации «Дети-ангелы» Екатерина Акинцева. Здравствуйте, Екатерина! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, что лично вас привело в эту организацию? Какие обстоятельства? Ну, личные обстоятельства, да? Личные. Да, то есть в семье появился ребенок, вернее, появилось сразу два ребенка, и про одного из них сказали, что есть такая угроза. Мы сказали это практически сразу при рождении, то есть на десятый день. Вот. И после этого вот начались поиски, ну и вообще просто началась жизнь с этой новостью. Да. А с чем вы столкнулись? Такие случаи случаются, да? И вот с чем сталкивается молодая мама, когда вот слышит, что у ребенка такой диагноз? Вообще, это, конечно, первое время, это самое такое тяжелое, очень тяжелое время, вот первый год, потому что там очень много переживаний, там и шок, и изоляция, и на самом деле вот в этот первый год очень много чего происходит неблагоприятного в семьях. Бывают разводы, бывают даже отказы от детей, поэтому как раз вот мы сейчас говорим о том, что нам необходима в городе служба сопровождения, в которой бы включала и юристов, и, ну вот, то, что касается первого года, в первую очередь психологов, которые бы работали с семьями, и которые бы помогли им вот выбраться. Выбраться из этого? А ваши близкие, ваша семья вас поддержала или тоже были какие-то негативные моменты? Нет, слава богу, вот я так думаю, что почему нам без потерь удалось из этого выбраться, да, потому что семья, семья поддерживала, она настраивала, и, в общем, как-то, ну, вообще был такой настрой на позитив. Вот, поэтому пришлось, пришлось настраиваться с ними на одну волну и жить дальше. Сколько лет сейчас вашим детям? Восемь лет. Восемь лет? Да, ну вот прям вот, да, на днях. Восемь лет. И опыт вы получили, и в какой момент вы все-таки решили, что вот не нужно в семье так изолироваться, даже при поддержке, а нужно выходить в общественность, в общество, в социум? Вообще я хочу сказать, что это такой очень единый для нас, для всех путь, вот наших всех семей, когда мы замыкаемся и не можем даже сказать там близкой подруге или маме или сестре, но, тем не менее, поиск, выход из этой ситуации идет, и первое, к чему обращается современный человек, это к интернету. Да, как хорошо, что он есть. Вот, и мы все познакомились в интернете просто вот своей печалью и, в общем, призывом «помогите». И так получилось, что у нас образовалась, ну, такая немаленькая группа, и сначала мы просто обменивались опытом, а потом, а потом как-то вот встали на ноги и решили, что на чего мы просто так вот сидим и болтаем. Надо действовать, надо что-то делать, полезное для детей. Мы в силах, и начали. Еще одно уточнение в связи с этой ситуацией. Вы боитесь сочувствия или чего, вот, когда вы говорите, что не хотите, вот, хотите, вот, не хотите никому ничего рассказывать, объяснять, показывать? Ну, тут много. Вот я говорю, я иногда, вообще я не очень люблю вспоминать вот тот первый год, иногда просто вот бывает такое, что там запахи, звуки возвращают, да, в то время я всегда ощущаю, что просто вот волосы дыбом, потому что это тяжело очень. Я даже не могу сказать, почему человек замыкается. Может быть, существует вот эта установка, что женщина должна рожать здоровых детей, вот, и то, что с ребенком не все благополучно, а самое главное, ты не знаешь, что именно надо сделать, чтобы помочь, в каком направлении двигаться, и, ну, это такая, такая, лабиринт, в котором ты пока не видишь выхода. Вот, поэтому... Еще такого нет ни опыта, и он еще не транслируется, да, вот в этом проблема, что мало было такого опыта транслируемого, чтобы всем вот по такой схеме, людей, которые уже прошли эту ситуацию, двигаться дальше с минимальными потерями, да? Вот, когда мы сейчас говорим про группу сопровождения, конечно, особенно в первое время, желательно, чтобы вообще человека взяли за руку и вели, потому что, вот, я помню свой опыт, мне просто сказали, вы не опускаете руки, вы действуете. А что, как, и куда идти вот с этим, вот, поэтому, я помню, что я каждое утро просыпалась, и я понимала, что я, наверное, теряю время, тут куда-то надо действовать, а что делать, не понимаешь? Да, бежать, спасать, а вот, вот, что именно, нет. А кто вы по профессии? А я ваш коллега. Да? Да. Вот, у вас есть все данные для того, чтобы были и есть, чтобы стать руководителем проектов. Вот я хочу поинтересоваться, что такое руководитель проектов в общественной организации такой, Дети-ангелы, какие проекты, как вам приходит идея этих проектов в голову, как вы их реализуете, с чем сталкиваетесь, и чья поддержка, может быть, вам необходима? Что такое вообще общественная организация? Это, по сути, просто инициатива, то есть, когда человек сталкивается с какой-то проблемой, и начинаются поиски решения, и вот это решение приходит, оно там созревает, оно обрастает какими-то подробностями, у тебя есть единомышленники, которые готовы помогать, и единственное, что нужно, это нужна какая-то финансовая или материальная поддержка. И вот, слава богу, у нас сейчас в современном обществе есть очень много источников, куда можно обратиться. Во-первых, государство сейчас очень поддерживает общественные организации и их инициативы. Сейчас очень многие, как бы, бизнес, ну, то есть, структуры из бизнеса, сообщества, да, откликаются на это. Ну, и, в принципе, частные, то есть, частными пожертвованиями тоже как-то вот можно привлечь внимание и, в общем, поддержку получить. И поэтому, вот, приходится, прежде чем открывать что-то, начинать, в общем, под это найти деньги. И поэтому вот создавать вот эти вот проекты. Ну, это такая, она, она, конечно, очень объемная работа, очень такая капитальная, но я бы сказала, что это интересный труд, потому что какой-то... Есть отдача, да, такая. Да и вообще вот азарт существует. То есть у тебя, ты знаешь, как справиться с этой проблемой. Тебе просто надо донести это до других людей, по сути дела, заразить их вот тем же. Да, у нас вы принесли фотографии с детских праздников. Я думаю, что вы тоже были организатором такого праздника. Давайте посмотрим. Вообще не я. Я хочу сказать, что у нас нет. Вот, пожалуйста, фотографии. Да, да, да. У нас большая организация. Вот сейчас у нас уже 60 семей. Вот здесь даже не все собрались. И 60, вот, кстати, мой ребенок. Ой, как хорошо. Вот такой веселый. И у нас практически все мамы, они занимают такую активную жизненную позицию. И каждый из них имеет свое направление. И вот несколько мам у нас занимаются организацией праздников, потому что, конечно, наши дети должны жить полноценной жизнью. Им необходимы положительные эмоции. И поэтому мы стараемся праздновать все календарные праздники, придумывать какие-то еще дополнительные праздники. Главное, чтобы вот... Чтобы были праздники. Да, да, да. Потому что жизнь, это, конечно, не только тяжелая, изнурительная работа, зарабатывание денег. Ну, тем более у наших детей все-таки, правда, жизнь, она начинается с труда, потому что реабилитация – это тяжелый труд. Поэтому, конечно, они должны улыбаться чаще. И вот мы стараемся придумывать для них такие поводы, вот, почаще их собирать. После работы, чтобы была разгрузка такая моральная, эмоциональная. Да, 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 да. Чтобы они могли общаться, встречаться, чтобы... Ну, дети прекрасные, да, вот, даже по фотографиям видно, что и атмосфера чувствуется хорошая, да. Ну, вообще, ну, они, конечно, они, они, в общем, дети. Понятно, что, вот, да, это наши столы, что существуют какие-то проблемы двигательные, может быть, речевые. А это вот уже, да, другой праздник. Это вот пять лет нашей организации в этом году, и мы снова всех собрали. Вот, у нас прекрасная команда аниматоров, которые нам уже, можно сказать, постоянно с нами работают и устраивают замечательные праздники деткам. Ну, кто-нибудь такие. Ну, давайте продолжим. Досуговый клуб у вас существует в вашей организации. Болюсь предположить, что это вы, наверное, ваша идея. Это вот еще один проект. Я не могу, я вот вообще не возьму на себя ответственность, да, что это все я, и вообще, конечно, это не я. У нас существует руководитель, и именно она такой идейный вдохновитель всего-всего, который берет на себя ответственность, и, в общем, она, правда, большая умница. Вот, просто так получилось, что одновременно у нас детям исполнилось три года, и мы решили, что нашим деткам надо идти. Но для таких детей существует не садик, а существует реабилитационный центр, но в любом случае он функционирует как сад, и плюс дополнительно они получают, то есть проходят коррекционные занятия. Вот, и дело в том, что оказалось, что детей с двигательными нарушениями их не принимают в реабилитационные центры. И получается, что они у нас остались дома, поскольку вообще для людей, ну, как бы, четыре стены, для большинства людей это все-таки наказание, да, мы решили, что надо как-то бороться с такой несправедливостью. И, в общем, у нас, по сути, было два пути, то есть каким-то образом достучаться и добиться своих законных прав, либо создать самим что-то. Ну, вот, в принципе, мы даже одновременно пошли по этой дороге, по двум этим дорожкам, но получилось, что у нас вот как раз по второй, то есть создание чего-то своего, она настолько легкий путь оказался, то есть, ну, не знаю, видимо, видимо, все-таки, поскольку дело это хорошее, нам помощь пришла вот буквально со всех сторон. То есть нам помогали и самарские компании, очень многие, вот, и те же городские власти, то есть вот как-то вот так все собралось, что на первом этапе нам было несложно. Мы открыли свой центр, и вот первая задача, это было собрать всех детей, и, по крайней мере, в группе коротковременного пребывания, на что бы у них была возможность быть вместе, играть. То есть у вас помещение свое есть? Да. Помещение есть. Озвучите адрес, пожалуйста. Молодежная 8. Молодежная 8. Да, да, да. И опять же, вот, найти вас можно через интернет, чтобы прийти, посмотреть, как, у меня такой вопрос, как вы новые семьи с такими детьми принимаете? Возможно ли к вам в ваш клуб попасть? Вообще никаких ограничений, абсолютно. Никаких проблем. Вот еще следующие. Приходите, да, и вот... Досуговый клуб ваш. И тогда вот пришлось писать один из первых наших проектов. Тогда Министерство экономического развития, инвестиций и торговли устроило конкурс, и мы написали проект вот этого досугового клуба. Я хочу сказать, что из 150 заявок наш проект занял второе место. Да, хороший результат. Вот. И благодаря их поддержке, поддержка, ну, в общем, она достаточно долгосрочная, почти на полтора года, мы создали материально-техническую базу, вот. А самое главное, вот у детей появилась возможность, я специально подобрала фотографии, где у них почти везде вот свободное время, и у них появилась возможность играть вместе, просто вот быть вместе. Но вот здесь вот все-таки они сидят, делают поделки, что-то мастерят, вот даже учатся писать. Да, кстати, вот какая программа вот этого досуга? Вы же тоже что-то вкладываете, вы хотите какого-то результата, да? Ну, кроме отдыха, естественно, для того, что они вместе играют. У нас в основном все дошкольники, и поэтому, конечно, все абсолютно в игровой форме. То есть все шутя, все легко, но поскольку, конечно, постепенно надо готовить деток к взрослой жизни, то, конечно, вот постепенно мы пытаемся им что-то там привить и дать, потому что, конечно, дальше у них предстоит школа, вот. Поэтому, ну, вот как-то так. Да, вот эта подготовка к взрослой жизни, что вы в нее вкладываете? Вот что должны эти дети дальше понять? Самое важное, чтобы им жилось нормально в нашей вот среде, не такой приспособленной, да, на данный момент. Вообще, я хочу сказать, что у каждого ведь свой путь. То есть нельзя сказать, что вот он какой-то единый. Вообще, в зависимости от степени сложности этого диагноза, поскольку он очень сложный, там от едва заметных каких-то нарушений до буквально там полной парализации. Поэтому у каждого ребенка свой путь. То есть некоторые дети в силу, ну, во-первых, того, что не тяжелый диагноз, а во-вторых, в силу характера, они достаточно быстро входят в жизнь здоровых людей. И, понятное дело, что все-таки через тернии, но они добиваются того, что они живут в обществе и, в общем-то, живут жизнью нормальных, здоровых людей. Вот у других детей, опять же, не только по показаниям здоровья, да, но и в силу психологических причин им, наверное, комфортнее жить среди своих. Но, тем не менее, надо постараться. А вообще ДЦП – это такой диагноз, когда, ну, то есть это не прогрессирующее заболевание. Наоборот, всегда организм сам пытается восстановить себя сам. Вот. Плюс, если будут применяться правильные реабилитационные методики, то можно добиться огромного успеха и можно сделать, ну, по крайней мере, взрослого человека, чтобы он был самостоятельным, самодостаточным, чтобы он не был еждивенцем, чтобы он смог жить дальше уже с этим диагнозом. Вот. И такие примеры у нас тоже есть, когда дети, ну, с явной, очевидной вот инвалидностью, и тем не менее они, вырастая, живут и, ну, как бы являются примером для других своих сверстников. Так. Живут и израбатывают, и живут полноценной жизнью. Вот поэтому. Понятно, что это видно, что меняется отношение общества к детям инвалидам, к людям инвалидам. Вот вы на себе как-то это ощущаете? Вот за эти восемь лет вот эти перемены ощутили? Что сначала вас так воспринимали, а потом это восприятие изменилось? Вы знаете, я недавно гуляла с детьми по парку, и ко мне подошла женщина, и она говорит, она просто увидела Мишу, и она говорит, вы знаете, а ведь у меня такой же ребенок, только ему вот на 30 лет больше. И она говорит, ну, то есть она мне просто начала рассказывать свою историю, и я понимаю, что по сравнению с ее историей, да, у нас, да нам грех жаловаться вот так вот. У нас есть очень многое, благодаря именно тому, что, даже благодаря тому, что у нас есть своя общественная организация, мы смогли сделать то, чего не было у нее. Но если смотреть, да, с другого края и думать, что, а вообще вот идеально было бы так, то мы, конечно, очень далеко от идеала, поэтому, но радует то, что все-таки общество и государство обратилось в нашу сторону и смотрит, и, конечно, хочется надеяться, что с каждым годом будет все лучше и лучше. Но для этого вам тоже нужно что-то делать, как общественникам, да, вот продвигать свои инициативы, проекты и так далее. У вас какие планы на наступивший год? Может быть, вот как вы все это планируете, обсуждаете, и чего хотите все-таки в результате добиться? Вообще, конечно, общественные организации, они должны быть, ну, и правозащитная деятельность, это одна из основных функций общественных организаций, но мы, наверное, вот в силу своей специфики все-таки, потому что мы мамы, и у нас маленькие дети, которых надо восстанавливать, у нас был основной акцент, это на восстановлении детей. И, ну, вот я о чем хотела сказать, что мы шли вот этим вот путем, то есть, во-первых, досуговый клуб, во-вторых, у нас сейчас появилась группа реабилитологов, которая постоянно занимается с нашими детьми. Я думаю, что мы вернемся, да, вот еще к этому. Ну, давайте, потому что реабилитация, это, наверное, самый такой важный, это тот процесс, который приведет к другой жизни, да, вот это самое важное, мне кажется. У нас есть тоже вот ваши фотографии, можете подробно про это рассказать, как это выстроена работа, чего вам, опять же, еще не хватает. Вот врачи, вы сказали, у вас есть свои реабилитологи, как вы этого добились? Ну, реабилитологи, это не врачи, но, тем не менее, да, это специалисты, да, это специалисты, которые, я даже хотела вот сказать, что на самом деле реабилитологом может стать и человек без медицинского образования. То есть у нас реабилитация как раз бытовая, вот то, что называется, подготовить ребенка к жизни в обычной, вот к обычной жизни. Вот, и поэтому... А вот эти навыки вы можете мамам просто как-то проиллюстрироваться, продемонстрироваться, научить их просто? Вот, вот это одна из задач. Значит, это второй наш проект, уже президентский, то есть мы писали, ну, он такой масштабный, конечно, очень. Мы писали о том, что нам нужна группа реабилитологов, которая бы занималась с ребенком с момента, как ему ставят диагноз. И она бы назначала курс, то есть выбирала программу реабилитационную, назначала курс, за этот курс родители обучались, и на некоторое время можно, конечно, вот отдать ребенка родителям в их руки, но на очень короткое. Вот, и чтобы детки возвращались, смотрели, какая у них есть динамика, вот этот вот наш костюм в модели, который тоже удалось, ну, то есть благодаря президентскому гранту, благодаря поддержке Союза Женщин России, мы смогли вот эту вот материально-техническую базу пополнить, мы смогли обучить наших специалистов, и сейчас мы платим зарплату нашим специалистам, поэтому, вот, да, поэтому это бесплатно для родителей, это бесплатная услуга, да. А что у вас есть, какие возможности, в том числе для технической реабилитации, тренажеры или что-то, вы сказали про какой-то костюм, что-то у вас есть с таким интересным названием. Вы этого добились, и этим можно пользоваться бесплатно, да? Абсолютно. А что есть, какие возможности, какие инструменты? Вообще, конечно, реабилитационных методик их очень много, и это хорошо, что их очень много, потому что, ну, во-первых, как я сказала, ДЦП – это очень разное такое состояние ребёнка, вот, и очень разные формы бывают. И бывает, что одному ребёнку подходит одна, один способ реабилитации, а другому другой способ реабилитации. И очень много во всём мире учёные и специалисты думают над тем, каким же образом помочь ребёнку получить какие-то новые навыки, встать на ноги, там, сделать первые шаги. И то, что мы постарались сделать с помощью вот этой вот президентской программы, это обучить наших специалистов как можно большему количеству этих реабилитационных методик. То есть они у нас первые два месяца просто жили в Москве, жили и учились. И вот сейчас у них в руках пять вот этих вот всевозможных способов. Плюс, конечно, кроме знаний, нужны и технические средства. Они очень дорогие. Но вам удалось приобрести всё-таки. Но это вот именно поддержка президентского гранта. Вот хотелось бы ещё про механизм. Вот как подойти к президентскому гранту, завоевать его, получить материальные средства и их внедрить в действительность. Вот это вот всё трудоёмко, трудно, сложно. Или как вы на это решили? Это просто большое желание. Большое желание. Ну, потому что вот мы говорим, президентский грант сразу, картинка невероятная, что это что-то... Ну, просто достичь этого нереально. Это... А на самом деле... Это просто вера в то, что существует способ, как можно помочь детям. И поэтому просто надо делать. Просто вот надо сесть и написать. И написать так, чтобы тебя услышали. Вот и всё. Но на самом деле только так. Вот у нас получилось. А какие вот... Вы через какие ведомства, министерства, через что? Вот чтобы до президента всё это дошло? Вот механизм для тех, желающих тоже вот заявить о себе, претендовать на президентский грант. А что вы можете сказать? Какие советы? Ну, в апреле, как правило, в апреле каждого года президент подписывает вот это вот постановление. И он даёт право шести, если я не ошибаюсь, большим общественным организациям НКО быть грантооператорами. И, по сути дела, быть вот... Как бы теми людьми, которые способны оценить проекты. И к ним приходит огромное число проектов. То есть они исчисляются тысячами, но им понятное дело, что надо выбрать какую-то часть. И это работа экспертов, очень большая работа. Но тем не менее, в общем, наша задача, как НКО, просто написать это так, чтобы была понятна и актуальность, и жизнеспособность этого проекта. Да, понятно. А на вашем счету уже сколько выигранных таких грантов? Ну, пусть не президентских, но любых других? Вообще, мы же, на самом деле, маленькая организация. То есть нам пять лет, и только с трёх лет позволяет сообщественным организациям участвовать в проектах. Вот у нас три их. Плюс у нас есть... Ну, я имею в виду три, благодаря которым мы получили денежные вознаграждения. Плюс у нас мы там отмечены грамотами и благодарственными листами. У нас вообще, поскольку, я говорю, поскольку общественное объединение это всё-таки такой организм, где очень много активных людей, и каждый из них внутри нашей организации продвигает свой проект. Вот у нас буквально на днях закончился проект предновогодней фотосессии. Да. Настя Седова, это одна из наших мам, она договорилась с фотохудожниками, с фотографами, и они устроили совершенно бесплатную фотосессию для наших родителей, и вообще для семей. Вот поэтому в архиве каждой семьи, а уже третий год проводится этот проект, появляются необыкновенные вот эти сказочные фотографии предновогодние. Вот, и это, конечно, большой подарок. Такие же подарки наши мамы сами себе и другим мамы делают на 8 марта. Ну, то есть, как можем, мы пытаемся сделать жизнь нашу интереснее. Вот, поэтому, и совместными усилиями это удаётся. А кого вы хотели бы ещё привлечь к тому, чтобы жизнь раскрасилась новыми красками яркими? Вообще я хочу сказать, что вот сколько я занимаюсь этой общественной деятельностью, у меня есть ощущение, что... То есть, никогда раньше у меня такого не было, а сейчас у меня есть ощущение, что это правда очень хорошее дело. То есть, такого количества добрых, отзывчивых, внимательных людей я никогда не видела. Люди, которые просто вот не проходят мимо, а останавливаются и думают о том, каким образом они могут помочь. И, по сути дела, помочь-то нам может каждый. То есть, может и крупная организация, может и государственная структура, а может и простой вот, как бы, житель нашего города и даже не нашего города. И найти вас всё-таки легко. Через интернет можно найти, к вам обратиться. Дети-ангелы Самары. Да, Дети-ангелы Самары. Кстати, вот в таком названии вы тоже принимали участие? Как вот возникло такое название? Нет. Вот, кстати, нет. Нет, нет. Но вы поддерживаете? Можно так? Это до нас появилось. Это название появилось, появился московский сайт, потом он стал всероссийским, Дети-ангелы. Но я хочу сказать, что я сейчас абсолютно согласна с этим названием. Это на самом деле ангелы. То есть это дети, которые заставляют нас становиться добрее. Становиться добрее, внимательнее, умнее. Поэтому, конечно, они ангелы. Да. А с волонтерами вы сотрудничаете? Вот вы сказали, что много находится людей. Это не волонтеры, это просто люди. Или волонтеры тоже к вам в работу как-то подключаются? Вы не против этого сотрудничества, если они тоже к вам придут? Мы даже... Я вот как раз хотела сказать, что мы-то принимаем любую помощь. То есть это не обязательно должна быть денежная помощь или материальная. Очень многие нам помогают просто тем, что могут прийти, что-то сделать. И даже я помню, что нас находили студенты, которые захотели для наших детей кукольный театр устроить, показать. И, конечно, это вообще прекрасно. Вот, ну, понятно, что каждый просто в меру своих там способностей, возможностей может прийти и подумать, чем вот... И каждый проходит свой путь. И вот именно этих людей, которые вам нужны, это тоже приводит именно к вам, к вашим семьям, к вашим детям. Еще время праздников, вот эти новогодние, рождественские, это всегда время загадывания желаний, мечты и так далее. Вот какая у вас мечта? Хотелось бы узнать. Ну, вот с момента появления детей, мечта все-таки о том, чтобы... Все мечты, в общем, о том, чтобы у них все сложилось хорошо. Вот они, несмотря ни на что, потому что, конечно, не бывает идеальных обстоятельств, и не бывает идеальных жизненных ситуаций, но, тем не менее, они жили достойную и, в общем, счастливую жизнь и могли радоваться жизни. Да. Ну, это мечта, я хочу сказать, любой мамы. Вот то, что вы озвучили, это мечта любой мамы. И это радует, потому что это показатель того, что действительно все дети, они дети. Да, и мы, взрослые, должны сделать максимально возможное того, чтобы жизнь у них тоже была прекрасной, чудесной. И, как говорится, жизнь, она удивительна и прекрасна. И вот спасибо вам за то, что вы этим занимаетесь, за то, что находите в этом смысл, видите смысл, за то, что дарите другим людям возможность тоже приобрести такой опыт. Спасибо еще раз. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания.